Выступая на политическом митинге в штате Пенсильвания, кандидат в вице-президенты от республиканцев Джейди Вэнс заявил, что Камала Харрис может отправляться к черту из-за действий администрации Байдена по выводу войск США из Афганистана в 2021 году. Камала Харрис, ты позорна. Если уж говорить об истории 13 храбрых, ни в чем не повинных американцев, которые погибли, то Харрис настолько заснула за рулем, что даже не захотела провести расследование. И она хочет наорать на Дональд Трампа, она может катиться к чертям. Для меня удивительно, что у вас на Орлингтонском кладбище, очевидно, у кого-то из сотрудников возникли небольшие разногласия. Средства массовой информации превратили это в общенациональную новость. Знаете, что, по-моему, волнует наших ветеранов гораздо больше? Что Камала Харрис солгала своей военной службе. Я думаю, что наших ветеранов это волнует гораздо больше. И еще кое-что, что волнует наших ветеранов, когда три года назад погибли 13 храбрых, ни в чем не повинных американцев. Они погибли из-за того, что Камала Харрис отказалась выполнять свою работу. Не было проведено ни одного расследования, ни одного увольнения. Я не верю. Послушайте, иногда случаются ошибки. Таково природа правительства, природа военной службы. Но то, что эти 13 американцев потеряли свою жизнь и при этом не уволили ни одного человека, это позор. Камала Харрис, это позор. Комментарии Вэнса прозвучали после того, как репортер спросил его о сообщениях СМИ о том, что члены предвыборного штаба кандидатов президента от республиканцев Дональда Трампа поссорились с представителем Арлингтонского национального кладбища во время визита туда Трампа на этой неделе, где кандидат от республиканской партии участвовал в церемонии возложения венков в честь 13 военнослужащих, погибших в Афганистане. Ссылаясь на неназванные источники, СМИ сообщили, что когда сотрудник кладбища попытался помешать сотрудникам предвыборного штаба снимать и фотографировать в районе, где похоронены военнослужащие, сотрудники кандидатов президента словесно оскорбили и оттолкнули чиновника в сторону. Представитель предвыборного штаба Трампа опроверг это сообщение. Арлингтонское национальное кладбище подтвердило в своем заявлении, что произошел инцидент и что был составлен соответствующий отчет. Федеральный закон запрещает проведение политических кампаний или мероприятий, связанных с выборами на армейских национальных военных кладбищах, говорится в сообщении кладбища. Оно не ответило на запросы о предоставлении копии отчета или объяснения того, почему предвыборному штабу Трампа было разрешено посетить кладбище в рамках его предвыборной кампании.